Добрый вечер, в эфире новости. Меня зовут Антон Скаль. Предлагаю прямо сейчас подвести итоги этого дня. Начнем выпуск с главных тем. Алтайское здравоохранение получит дополнительно миллиард рублей из краевого бюджета. Соответствующее решение принял губернатор Виктор Томенко. Возможность привлекать собственников к благоустройству территорий общего пользования могут получить муниципалитеты. Такой законопроект включен в повестку февральской сессии АКЗС. Наш телеканал запускает новый проект. Я в эфире Катунь-24. Подробности расскажем в выпуске. Жилье и подарки для фронтовиков. Сохранение исторической памяти и военно-патриотическое воспитание молодежи. Эти и другие темы обсудили в правительстве Алтайского края в рамках подготовки к празднованию 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Заседание арт-комитета провел губернатор Виктор Томенко. 9 мая барнаульцев и гостей краевой столицы ждет традиционный парад войск барнаульского гарнизона, десятки праздничных мероприятий и, конечно, марш бессмертного полка. Напомним, в минувшем году в акции приняли участие 160 тысяч жителей региона. В этом году к празднику победы около полутора тысяч инвалидов и участников войны. Блокадников, бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и вдов военнослужащих получат подарочные наборы от главы региона. На поздравления ветеранов из бюджета края выделили более 3,5 миллионов рублей. Как минимум 35 ветеранов в этом году получат новое жилье. А вот Алтайское здравоохранение получит дополнительно миллиард рублей из краевого бюджета. Соответствующее решение принял губернатор Виктор Томенко. Подробнее о том, на какие цели направят средства, в первую очередь, журналистам рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. Выделенные средства позволят серьезно улучшить оснащение стационаров. Первичные сосудистые отделения, отделения реанимации и анестезиологии. Валейский, Бийский, Заринский, Камни-на-Аби, Славгороде и Барнауле получат медицинское оборудование почти на 400 миллионов рублей. Немалые средства запланированы на завершение капремонта городских и районных больниц. Мы должны завершить те начатые объекты 2018 года, а их у нас 9 в 2019 году. И средства порядка 130 миллионов рублей. И, наверное, наиболее такой актуальный объект на сегодняшний день – это Бийский противотуберкулезный диспансер, где мы должны завершить аварийно-восстановительные работы. И средства будут направлены в размере 55 миллионов рублей. В 17 подразделениях больниц Волчихинского, Егорьевского, Залесовского, Красногорского и других районов отремонтируют зоны регистрации и ожидания. Кабинеты приема, комнаты матери и ребенка, Каменский, Рубцовский, Благовеченский и Барнаульский медколледжи оборудуют медицинскими симуляторами и оргтехникой. В Барнаульском колледже также отремонтируют общежитие. Собственники жилья в многоквартирных домах могут перейти от формирования фонда капитального ремонта на общем счете регионального оператора к накоплениям на отдельном специальном счете всего за полгода. Ранее эта процедура занимала около года. Эти и другие решения приняли сегодня депутаты Алтайского краевого законодательного собрания на 29-й сессии краевого парламента. Все подробности в сюжете. Депутаты уделили внимание широкому кругу тем. Всего в повестке сессии 27 вопросов. В соответствии с федеральным законодательством, дома, где насчитывается менее пяти квартир, будут исключены из планов капитального ремонта. Таких домов в крае около двухсот. Уже накопленные на общем счете регоператора средства будут возвращены собственникам жилья. Парламентарии отмечают, что подобные здания зачастую находятся в ветхом состоянии, а значит необходимо предусмотреть альтернативные меры для ремонта таких объектов. В данном случае это необходимо, потому что очевидно, что до 43-го года у нас эта программа рассчитана. Наверняка они не успеют саккумулировать, накопиться необходимые средства для проведения капремонта. Было бы несправедливо пользоваться денежными средствами жильцов этих домов, поэтому было принято решение такое. Еще один пункт повестки касался отлова и содержания безнадзорных животных. Депутаты дополнили соответствующие полномочия органов местного самоуправления. К сожалению, нет механизма на сегодняшний день, кто же конкретно будет этими вопросами заниматься. Я имею в виду по отлову, содержанию, по строительству приютов и так далее. Поэтому принято такое решение, понимая серьезность этой задачи, создать рабочую группу депутатов, правительства, органов местного самоуправления, лиц, которые непосредственно этим вопросом будут заниматься для того, чтобы найти механизм и решение этого вопроса на территории Алтайского края. Из краевого бюджета дополнительно выделят почти 8 миллионов рублей на отлов, лечение и стерилизацию безнадзорных животных. Однако питомники для их содержания есть только в Бийске и Барнауле. Этот и многие другие вопросы еще предстоит решить рабочей группе. Глеб Полянский, Алексей Шаульский. Новости. Также на сегодняшней сессии парламентарии обсудили вопрос, а не обязательно ли предпринимателей соблюдать чистоту и порядок на улицах городов и сел. По мнению депутатов, такое решение позволит муниципалитетам качественно подойти к содержанию территории общего пользования. Решил открыть собственное дело, будь готов и благоустраивать близлежащую территорию к арендованному месту. Об этом гласит законопроект о порядке определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий. Краевые законотворцы дали городам и районам края способ влиять на чистоту и порядок. Как им воспользоваться, каждый муниципалитет решает самостоятельно. Это рамочный закон. Он создает общие правила сегодня для того, чтобы муниципалитеты могли в своих правилах благоустройства прописать все нормы и правила, как этот закон будет работать. Он будет работать уже через правила благоустройства. Несмотря на то, что цели у законопроекта благие – сделать город и край чище, многие предприниматели с новыми нормами могут не согласиться. Обязанностей и средств для них становится несколько больше. Здесь важно не забывать о том, что на самом деле все, к чему обязывает закон, многие делали и без его действия. Важно, конечно, людям важно заходить по чистой дорожке, проходить в помещение. Да и нам грязь внутри тоже особо не нужна. Убираются люди, дворники. Как часто? Ну вот буквально 10 минут назад он был, убрал. Теперь краевые депутаты будут разрабатывать методические рекомендации и мониторить правоприменение данного закона. Кстати, он распространяется и на собственников многоквартирных домов. Это позволит местным властям активнее и на законных основаниях привлекать и жителей к благоустройству прилегающих территорий. Евгения Князева, Сергей Седых, Антон Червяков. Новости. Мы также обсудили эту проблему в программе «Интервью дня». В студии Стелла Штань, представитель, губернатор и председатель правительства Алтайского края в Краевом законодательном собрании. Смотрите в эфире нашего телеканала. Ну а пока к другим темам. С проверкой по помойкам. Работу так называемой мусорной реформы сегодня проверили участники молодежки Общероссийского народного фронта. Все подробности у моего коллеги Вадима Слюсарева. Жалоба на эту груду отходов поступила на горячую линию Общероссийского народного фронта два дня назад. В обращении сказано, мусор находится возле площадки и не убирается. Проверить это отправилась молодежка ОНФ. Дом по адресу 40 лет октября 19А стал одной из остановок рейда по самым мусорным местам Барнаула. Задача сегодняшнего рейда как раз и довести до жителей чья обязанность, как обязанность, куда он может позвонить, куда обратиться. Тем более мы знаем, что горячая линия существует как у регионального оператора, так и в Общероссийском народном фронте. Вот эти все обращения, которые поступают, мы постоянно аккумулируем, мониторим и по ним уже выезжаем на те адреса, на которых мы с вами сегодня будем. Как пояснили в управляющей организации, это мусорная куча негабаритные отходы. Их выбрасывать в баки запрещено. Негабарит складируется рядом с площадкой. Главное, чтобы он не мешал и к нему был подъезд мусоровоза. Содержание контейнерной площадки возложено на управляющую компанию или ТСЖ в многоквартирном доме. В частном секторе за содержание контейнерных площадок отвечает орган местного самоуправления. Под содержанием включается в себя организация контейнерной площадки, а ее строительство и оборудование в соответствии с нормами САНПИН оборудования, ее баками для сбора отходов. Негабаритные отходы вывозят по пятницам, поэтому завтра от этой кучи не останется и следа. Всего в Алтайском крае около ста подобных обращений. За один день Народный фронт смог объехать только четыре. Вместе с УНФ в рейде участвовали представители городской администрации, Министерство строительства и ЖКХ, регионального оператора и других ведомств. Они опросили местных жителей и узнали, как для горожан проходит переход на новую систему. Все хорошо. Вывозят часто. И у нас никогда вот таких не было. Не бывает завалей. Не бывает. Всегда вывозят. Я вот смотрю, у меня там квартира там. Я вижу. Ну, старуха не спит. Посмотрю, чей огонь. Гляжу, мусорка в пять часов утра. Молодежка УНФ разместила на площадке памятку о требованиях жителей домов к региональному оператору. А завтра общественники проверят, вывезут ли мусор на полигон. Вадим Слюсарев, Антон Червяков. Новости. Более тысячи лет разлагается стекло. Об этом знают волонтеры акции «Разделяй и сохраняй». И поэтому организуют сбор мусора для вторичной переработки. Что нужно для того, чтобы подготовить мусор к сдаче и помочь природе, расскажем далее. Что объединяет рентгеновские снимки, банки и диски? Ольга Богатырь отвечает. Вторичная переработка. Каждый месяц она вместе со своей семьей ходит на акции по раздельному сбору мусора. По профессии они с мужем – экологи. Знают, если сами не позаботятся о природе, этого не сделает никто. Ольга говорит, что сегодня Барнаул чище, чем был 10 лет назад. Мы уже пять лет сортируем отходы. Сначала не было у остальных членов семьи такого энтузиазма, как у меня. Но потом постепенно, постепенно к баночкам от шампуня прибавились упаковки от мыла. И присоединились йогурты от молока упаковка. И в итоге мы вот с мужем, с сыном сейчас привезли. Храним несколько месяцев в гараже, на балконе. Нужно не просто приносить мешки с мусором. Важно сортировать. Металл в одну сторону, бумагу в другую, пластик в третью. Перед сдачей нужно промыть и высушить все емкости. Макулатуру свернуть. Если с металлом и бумагой этого будет достаточно, то пластик нужно распределить по эко-маркировке. Вот два HDPE и вот HDPE тоже 0,2. Треугольничка нет, но это перерабатываем. То есть это один вид пластика. А вот крышка, возможно, из другого. Маркировка находится на каждом изделии. Треугольник с цифрой подскажет, можно ли переработать пластик вторично. Если в треугольнике или рядом цифры 1, 2, 4 и 5, это значит, что такие отходы пойдут на вторичную переработку. У нас здесь мусора нет вообще. У нас здесь все вторичное сырье. Почему? Потому что на самом деле 80% мусорной корзины мы можем отправить в переработку, а не просто выкидывать. Соответственно, все, что отправляется в переработку, это уже вторичное сырье, а не мусор. Обычно на таких акциях собирается по 800 килограммов стекла, по 500 бумаги. Похожие акции проходят каждую последнюю субботу месяца. Анна Муратова, Анатолий Фукс, Новости. На самом деле это уже как день сюрка и не смешно. Порыв на водопроводе произошел в Барнауле по адресу Чеглецова, 19. Диаметр повреждения 200 миллиметров. Барнаульский водоканал устраняет порыв. На время работ перекрыли проезжую часть от улицы 80-й гвардейской дивизии до дома номер 22 в сторону улицы 1-я Западная. Выхода воды на проезжую часть нет. По заявкам горожан водоканал организует подвоз воды. Телефон для подачи заявки вы видите на своем экране. 28 22 00. Алтайские силовики задержали банду фальшивомонетчиков из Новосибирской области. По данным правоохранителей, они могут быть причастны к сбыту поддельных купюр на территории нашего региона. Спецоперация по задержанию банды при участии сотрудников краевого и городского МВД, а также регионального управления ФСБ России прошла в Новосибирской области. Обыски прошли по двум адресам в Новосибирске, где были найдены 93 фальшивые купюры номиналом 5000 рублей. Также по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли ноутбуки, сотовые телефоны, документы. По предварительной информации, в составе банды 4 человека. Никому из них не было 30 лет. Известно, что трое из подозреваемых уже ранее были судимы по различным статьям Уголовного кодекса. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 186 Уголовного кодекса РФ «Изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов Центрального банка РФ, а равнохранение перевозка в целях сбыта и сбыта соведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ». Жители края скоро начнут отмечать Масленицу. В этом году блинная неделя продлится с 4 по 10 марта. Завершится она ежегодным фестивалем «Сибирская Масленица», который пройдет в селе Новотырышкино. О главных сюрпризах предстоящего праздника рассказали и на пресс-конференции «Сибирская Масленица ждет гостей». Главным нововведением фестиваля станет «Масленичная почта». Любой желающий прямо на праздники отправит бесплатную тематическую открытку. В программе фестиваля будут традиционные праздничные забавы, угощения, конноспортивный праздник, выступления коллектива в конкурсы. В этом году на «Сибирскую Масленицу» ждут 35 тысяч гостей. Тут, наверное, сегодня нет никакого бизнеса. Вы должны понимать, что мы занимаемся этим не от того, что хотим заработать какие-то деньги или какие-то дивиденды. Самое главное, еще раз говорю, чтобы мы сохранили свою самобытность. Чтобы мы, наверное, не то что гордились, а понимали, кто мы и откуда. Я добавлю, фестиваль пройдет в Алтайском крае уже 12-й раз. В 2014 году ему присвоили статус международного. К слову, уже не за горами и праздник 8 марта. Это официальный выходной день, который выпадает на пятницу, поэтому выходные будут длинными. Давайте посмотрим, как будет отдыхать страна. В четверг россияне смогут уйти с работы на час раньше, а на 8 марта будут отдыхать три дня. Это пятница, суббота и воскресенье. А в понедельник снова на работу. Сегодня на нашем телеканале начинается новый проект. Я в эфире К24. Суть проста. Вы выкладываете свои видеоприветы в социальных сетях, Инстаграме, Вконтакте и Одноклассниках с хэштегом Я в эфире К24. И мы показываем их в эфире нашего телеканала. Несколько видео нам уже прислали. Давайте посмотрим. Привет, телеканал Катуни. Вы самые лучшие. Вы топчик. Желаю вам творческих успехов. А также хочу передать привет своим родным, знакомым, коллегам в город Рыбцовск. Всем привет. Меня зовут Иван Харлей. Я нахожусь в московском парке, где стоит поистине теплая весенняя погода. Я очень люблю горы и хочу передать привет всему Алтаю. Своим родным, знакомым и весеннего вам настроения. Спасибо за теплые приветы. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего вечера. Оставайтесь с нами.